Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня веду я, Михаил Горин, а с нами на связи Константин Юаэль Развозов, министр туризма в новом правительстве, представитель партии ЕШАТИ. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Михаил. Последний раз, когда мы с вами разговаривали, вы были рядовым, можно сказать, депутатом, вы были участником нескольких достаточно ключевых комиссий, но вот в новом правительстве вы получили должность Министерства туризма. Вы довольны той должностью, тем полем деятельности, которое вам предложили? Ну, конечно же, доволен. Много лет к этому шел. Просто я, извините, перебью, все ожидали, что вы станете министром спорта, учитывая ваше спортивное прошлое. Министерство спорта тоже также мог бы принести много пользы, но Министерство туризма – это, в принципе, экономический портфель. У меня сфера образования – это как раз экономика. Я считаю, что это очень важное государство, очень важное министерство для государства. В 2019 году 40 миллиардов шекелей попало в казну государства, вошло в казну государства именно благодаря туризму. И сейчас туризм находится в плачевном положении. Я всегда люблю трудности, преодолевать трудности, поэтому это министерство мне очень подходит, и я надеюсь, что смогу оправдать надежды. Хорошо, о работе министерства в целом и чем вы можете ему помочь. Мы еще вернемся к этому вопросу сначала по текущим событиям. Появилось сообщение, что Министерство туризма вызвалось помогать или участвовать в работе комиссии по экстренным случаям вылета за границу. Как известно, сейчас из-за коронавируса есть несколько стран, которые называются «красными», куда вылет запрещен. И чтобы туда вылететь по каким-то экстренным случаям, нужно разрешение специальной комиссии, которая находится в ведении Министерства внутренних дел. К ней много претензий очень к этой работе комиссии, много нареканий. Было случаи, когда десятки людей снимались с рейса. И вот появилось сообщение, что Министерство туризма решило подключиться и заняться изучением вот таких просьб при поездках в Россию. Объясните, пожалуйста, почему именно в Россию? Там же есть и другие красные страны. И как именно Министерство туризма участвует в этой работе этой комиссии? – Действительно, существует чрезвычайная комиссия. И если говорить о том случае, когда людей сняли с самолета, потому что у них не было разрешения, они решили вылететь. И сегодня государство не только не рекомендует, а запрещает лететь без особой причины в красную страну. Опять же, все это исходит из защиты граждан Израиля. Никто не хочет еще один карантин или чтобы банкротились бизнесы. Нам нужно защищать граждан нашего государства в плане здравоохранения. И поэтому есть действительно причины, уважительные причины, почему это делается, почему эта комиссия существует. Но, с другой стороны, после обращения ко мне, опять же, я всегда был адресом для русскоязычных израильтян, ко мне в мою канцелярию начали поступать обращения людей, которых действительно уважительные причины, гуманитарные вопросы, они вынуждены вылететь. И мы отказали, эта комиссия отказала. Когда я увидел, что это превратилось в тенденцию, то, соответственно, я решил предложить свою помощь, и помощь своих сотрудников в канцелярии русскоязычных сотрудников, в министерстве. И вообще могу сказать, что в новом правительстве мы сотрудничаем друг с другом, мы разговариваем между... Министры разговаривают друг с другом. И даже вот в аэропорту сегодня есть такой палаточный лагерь, который делает проверки, быстрые проверки на коронавирус, ПЦР-тесты. Создало четыре министерства, вместе работали. Министр обороны, министр МВД, министр транспорта и министр здравоохранения. И, в принципе, этот палаточный лагерь создан был за несколько дней. То, что предыдущее правительство, которое не общались друг с другом, не могли сделать. Это эффективность работы. То же самое с этой комиссией. Я поговорил с Элид Шакет, министр внутренних дел. Сказал, что есть сбои. И чтобы она мне дала также полномочия сотрудничать вместе с ее министерством, чтобы мои советники могли обращаться. Она выслушала, поняла, дала зеленый свет. И мы проанализировали первых 100 обращений. Из них 40 обращений нам удалось поменять, изменить статус этой комиссии. И людям, да, разрешили въехать в Россию, потому что... Или вылететь из Израиля больше. Потому что были неправильно подданы документы, формулировка была неправильная и так далее. Вот уже, опять же, эффективность этого правительства доказывает себя. 40% людей смогли поменять решение этого правительства. А как так получилось? Получается, что та комиссия рассмотрела эти же просьбы, отказала людям. А ваши люди посмотрели и решили, что да, можно. Нет, мои люди не посмотрели, что да, можно. Они просто объяснили людям, как правильно, что, какую ошибку они сделали, почему они неправильно заполнили документы. И мы говорим только, исключительно о специальных случаях, гуманитарных случаях. Не дай бог, у кого-то кто-то умер, кто-то тяжело, болен. Не просто люди, которые решили поехать в отпуск, им отказали или по другой иной причине. Мы помогаем в гуманитарных случаях, опять же, все, о чем говорит закон. И да, 40% случаев это просто было неправильное обращение. И мои советники, да, объяснили, и люди получили разрешение. Поэтому это работает, опять же, эффективность. Для меня самое важное, чтобы люди знали, новое правительство должно быть прозрачное. Люди должны ни капельки не сомневаться ни в той или иной комиссии. Поэтому я предложил свою помощь, и оно работает. Замечательно. Скажите, пожалуйста, одно из первых ваших распоряжений в должности министра туризма, согласно сообщениям СМИ, было то, что вы закрыли рекламный кампейн, рекламную кампанию внутреннего туризма. То есть от наших отелей и других, там, циммеров на севере и других мест отдыха. Потому что посчитали, что цены очень высокие, места отдыха и так заполнены, и незачем тратить деньги на рекламу. В связи с этим у меня к вам вопрос, который очень много обсуждается и в социальных сетях, и нет. Что цены на внутренний туризм, который все призывали развивать, призывали израильтян не ездить за границу, а отдыхать здесь, стали просто запредельными. Дешевле поехать за границу, чем в Эйлате отдохнуть. При этом в Эйлате все гостиницы забронированы чуть ли не до конца года. Можно ли что-то сделать с этим? Да, действительно, отпуск в Израиле стал привилегией только богатых. Да. Цены действительно неприемлемые. У меня, как у министра, нет права регулировать этот рынок. Это свободный рынок, это спрос и предложения. Но один из первых актов, которых я сделал, действительно остановил рекламную кампанию, которая оплачивается налогоплательщиками, это деньги, государственные деньги, люди платят за это налоги, а цены и так невозможны. Я ее остановил. Это первое мое действие. Второе действие, я договорился с ассоциацией гостиниц, и 140 гостиниц согласились кинуть цены. Так как, опять-таки, у меня нет законного права, но договориться я могу. Я договорился, 140 гостиниц дали скидки, 15% и больше, и выше. Третье, сегодня, опять же, гостиничный бизнес, можно много критиковать, но в Израиле это опасный бизнес, так как любая военная операция или пандемия, гостиницы стояли пустые и проигрывали много-много денег. Это действительно опасный бизнес. И вообще, как я сказал, это спрос и предложения. И моя задача увеличивать предложения, потому что сегодня спрос выше, поэтому такие цены. И сегодня часть 100 гостиниц вообще закрыты, а некоторые гостиницы целые этажи закрыты, потому что нет рабочей силы, нет некому убирать в гостиницах. Поэтому я договорился с Минфином, и мы сотрудничаем очень плотно с министром финансов Либерманом. Он понимает эту проблему. И разрешили сейчас кое-какую рабочую силу, которая поднимет предложение, как я сказал, математическая формула. И, может быть, цены будут тогда меньше. И сейчас я готовлю еще одну другую рекламную компанию, которая как раз спрос раскидает по Израилю по всем другим местам. Надо показать людям, что есть отличные гостиницы и на севере, и на юге, и в Ашкелоне. Совсем за другие цифры. Не нужно платить десятки тысяч шекелей за отпуск. Можно семьей за три тысячи шекелей, за две тысячи шекелей отдохнуть. Совсем даже неплохо. И есть такие места. И вот моя задача, как министерство, сегодня показать, где эти места. И детям бассейны в Ашкелоне или на горе тот же бассейн и море, а тот же бассейн почти как и в Элате. Поэтому можно найти альтернативы и развивать, конечно, как можно больше еще, еще, еще инфраструктуру, гостиницы, комнаты, палаточный туризм. Есть очень много разных альтернатив. Я работаю. Но за две недели в министерстве много, еще не все сделано, планы есть. Но как минимум уже некоторые акты сделаны, они уже как-то влияют на рынок. По поводу внешнего туризма. Там все печально, все плохо. Структура вся страдает, потому что люди не могут ехать. Все понятно. У нас корона. Когда она закончится, как говорится, одной короне известно. И альтернатива очень простая. Возникает вопрос, а что? На внешнем туризме можно поставить пока что крест, пока мы не освободимся от короны? Или можно найти все-таки какие-то гибкие решения, по которым туристы будут приезжать? Потому что накануне вот этой последней волны, последнего поднятия короны, в случае с короной, было объявлено, что с конца июня, или с конца июля, я могу путать, начнется групповой туризм в Израиле. Да, ведется пилотный проект. Есть группы, которые приезжают. Они утверждаются Министерством туризма. Это пилотный проект, как я сказал. И мы доказали Минздраву, что нет ни одного заражения из тех групп туристов. Группы туристов нам намного легче контролировать. Это, опять же, вакцинированные туристы, которые под контролем. До того, как не будет ПЦР-теста отрицательного, они не могут покинуть пределы гостиницы. Поэтому мы, да, доказали Минздраву. У меня буквально на днях было несколько встреч с представителями Минздрава и с гендиректором. И мы ищем именно тот механизм, который, с одной стороны, защитит граждан Израиля и наше государство. С другой стороны, отрасль туризма должна работать. Это очень важно. Она кормит очень много семей. Как я сказал, 40 миллиардов шекелей в казну Израиля. Но это еще 200 тысяч семей напрямую, которые кормятся. И 200 тысяч еще где-то рядом. Поэтому очень важно вернуть туризм. И есть такие механизмы. Мы их прорабатываем сейчас с профессиональной группой. Я с министром здравоохранения встречался, общался. Я думаю, что, по идее, пока число и дата, о которой мы говорим, 1 августа. У меня вообще есть противоречия интересов, так как я член кабинетов министров специального по коронавирусу. И моя задача защищать граждан Израиля в плане здравоохранения. С другой стороны, министр туризма. И у меня есть интерес, чтобы туристы, да, смогли прибыть в Израиль. Но пока мы работаем вакцинированные туристы, которые признаны министром здравоохранения. Джонсон Джонсон, соответственно, Файзер, Модерна и так далее, Астразенека. Эти туристы смогут посещать Израиль без особых преград. Из других стран, которые не вакцинированы признанными прививками или красные страны, мы ищем механизм, который также людям доставит довольно комфортное решение, чтобы они могли приехать и посетить Израиль. Я работаю, я понимаю, насколько это важно, и меня поддерживают также в правительстве. Все понимают, что это отрасль, которую нельзя закрывать. То есть я хочу уточнить, вот эта вот дата 1 августа, которая была объявлена несколько месяц-два назад, что Израиль откроет свои ворота для групп туристов, которые вакцинированы той вакциной, которая признается у нас в стране, она в силе, эта дата, она не отменена. Она в силе, и не только группы, а туристы, индивидуальные туристы тоже. Я сейчас работаю, чтобы туристы могли просто не группы, а индивидуальные, также называется FIT, также могли посетить Израиль. Мы прорабатываем сейчас механизм, на днях, я думаю, что он будет известен. Опять же, все это зависит от уровня заболевания здесь, в Израиле. Если мы будем видеть, что есть высокие показатели, много тяжелобольных, и у нас начнется волна пандемии, то, соответственно, это будет неактуально. Нам придется дать какую-то отсрочку и поменять дату, но с другой стороны, когда мы меняем дату, это я уже утвердил и объяснял на заседании министров, на заседании правительства, что как только мы переносим эту дату, мы должны компенсировать эту индустрию. Это очень много семей, которые зависят от этого бизнеса. И это первая индустрия, индустрия туризма, которая вошла в кризис из-за коронавируса, и последняя, которая выйдет. Поэтому любое наше решение должно быть компенсировано. Эти люди должны быть и компании компенсированы, так как если они уйдут в другую отрасль, то проиграет этого государства. Как я уже говорил, 40 миллиардов шекелей принес туризм Израилю. И если эти люди, профессиональные люди, которые умеют этим заниматься, пойдут на другую работу устроиться, то от этого проиграет в дальнейшем только наше государство. А скажите, пожалуйста, вот если вернется сейчас туризм, внешне, я имею ввиду, из-за рубежа начнут приезжать индивидуальные туристы, группы туристов, дай бог, чтобы это все было. А как справится индустрия туризма со всем этим наплывом, если мы с вами только что говорили, что у нас сейчас гостиницы, циммеры и так далее забиты под завязку? Очень правильный, хороший вопрос. В Элат они не поедут, потому что там нет ни одного номера и все продано. Совершенно верно. Даже если за любую цену они поедут в Иерусалим, а гостиницы в Иерусалиме практически все пустые. Именно эти туристы, их интересует Иерусалим, интересует Тель-Авив. И мы им будем предлагать также другие. У нас очень красивая и замечательная страна, есть очень много туристических объектов, которые находятся довольно пустые, потому что израильтяне они почему-то меньше интересуют. Сегодня израильтяне пытаются выехать наоборот из города, так как все из-за коронавируса устали сидеть по домам. И люди наоборот ищут куда подальше. А в городах, в Натании очень много гостиниц. Я уверен, в Ашдоди, Ашкелон, понятно, и Тель-Авив, Иерусалим. Сегодня весь гостиничный бизнес будет рад принять туристов и совсем за адекватные цены. Дай бог. Еще один вопрос. Вы упомянули, что вы член... Кабинета министров. Да, комиссии по коронавирусу. Скажите, пожалуйста, в последнее время было очень много претензий к тому, как проводятся проверки в нашем аэропорту Бен-Гурион. Что плохо организовано, люди стоят часами, а некоторые проходят без проверок, потому что физически просто не получается сделать их. Я знаю, были планы по открытию там какого-то большой палатки, которая должна все это решить вопросы. Вот если сейчас к нам поедут еще иностранные туристы, то есть добавится поток людей, как тогда будет? Именно этот вопрос, как я отметил до этого, мы отрегулировали. Буквально за несколько дней создали, как я рассказал, огромную палатку, которая проводит 2500 тестов в час. И, соответственно, сейчас мы стараемся ускорить процесс получения ответа, чтобы это было намного быстрее. И сотрудничество, как я сказал, четыре министерства сотрудничают вместе, общаются министры, поэтому смогли за несколько часов создать этот, за несколько дней создать именно эту палатку, и этот механизм. И если уже в израильской прессе хвалят, которая так критиковала аэропорт, и все, что там творится, сегодня хвалят и говорят, что действительно есть механизм, который работает, и люди, которые приезжают из-за границы, говорят, что это четко работает, очень быстро приходят и выходят из аэропорта, значит, это уже мы сдвинулись в этом моменте. Понятно, будут еще какие-то небольшие сбои, но уже как минимум фундамент есть, и оттуда уже наращивать количество и так далее мы сможем, потому что, как я сказал, база есть. Константин, большое спасибо, что нашли время для нас, за ваши комментарии и рассказы, всего вам доброго и удачи в работе. Спасибо, Михаил, всего доброго. До свидания. На этом все, напомню, что с нами на связи был министр туризма Израиля, Константин Вейлер-Звозов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова